Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Много озер. Рек не много, озер много. И так много, что их невозможно даже засчитать. Жасмин необыкновенный просто. Это похоже на крыжовник. Крыжовник? Нету колючек. Не, наверное, нет. Ну, похоже на крыжовник по листикам. По листикам, да, но нет колючек и нет флот. Вы гляньте, какая красотень. Вот это еще больше пахнет, чем здесь. Да, да, да. Мурашки ползают. Дворец в историческом стиле был построен 902 автором проекта ИГУС, известный варшавский архитектор. Спроектировал два регулярных портера с цветами дорожками. Перед восточным фасадом верса расположен большой портер овальной формы с двумя параллельными дорожками посередине. Вдоль них поставили два ряда высоких ваз и посадили липовые аллеи. В параллельной части портера созданы цветочные ковры в виде гербовой лилии. Среди цветов портера значена копия скульптуры Марии Аделаиды Савойска, французского скульптора. Здравствуйте, Ваши. Красота. Тут со всех сторон даже не знаешь, куда направить камеру. Такие вот аллеи, липовые аллеи. Ну, только что мы слушали. Ну, вот тоже литье. Это на штырье. То есть, и вода по штырье. И заливалась в форме уже готовая колонна. Это такой материал умели делать. Типа, сейчас это называется мрамор, а вообще это литье. Сомневаюсь. Ну, естественно. Какая лужайка красивая. Сейчас. Так. Ой, какой красивый цвет у гвоздик. Очень красивый. Класс. А наверху, смотри, какие эти вазоны для цветов. Это не для цветов. Это все тоже? Да. Это все тоже. Идем дальше. Ну, это все старинное, да? Конечно. Какая красивая скриптура. Причем разные материалы. Низу один. И оно светилось. Клумбы такие необычные. Самшит, а внутри цветочки полевые. Сказать, что пахнет, это ничего не сказать. Такие ароматы. Жасмин, липа. Все вместе. Ну, просто. Мы вовремя приехали. Да. Мы вовремя приехали. Да, Славочка, ты меня снимаешь скрытой камерой? Здесь нет. Ой, какая красота. Пьянящая. Да. Перебили кое-что. 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 Такое озерцо. А тут строкальский замок. Куда мы потом поедем? Это имение с другой стороны. Тут, по-моему, четыре входа. С каждой стороны есть вход. Красота. Просто нет слов. Насколько красиво. Мы спустились в подвал. Тут это как раздевалка. Если в зимнее время. Старинное кресло. Вот там закрыто. Я так понимаю, что это фотографии тех, кто здесь жил. Вот такая хозяюшка была. А носик, смотри, какой у нее я. Вот, смотри, камин. Тут электрический камин. Здесь Кристина. 1875-1958. Детвора маленькая какая. Ну вот мы проходили конюшни. Это вот у них были. Кристина. Ну вот, на русском название читать. Это вот старая фотография этого замка. Вернее, имение. И практически ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. С этой стороны. А вот это альтанка, после которой мы только что вы поднялись вон наверх. Так, это уже красота. Такие-то старинные кресла. Стол. Ну, я не уверена, что это современные шкафчики. Сколько посуды. Какие часы. Старинный выключатель. Так. Знаешь, я прощаюсь. Спасибо. Переходим в другую комнату, какая красивая ваза. Да, он очень высокий, он очень высокий, согласна. Ой, какие стены, лепка. Да, я видела. Так, следующий зал. Такая шикарная мебель. Не использовался? По-другому использовался. Нагревались эти элементы просто от накаливания. Красота. Ой, а это... Яна, как это называется? Рояль, не рояль? Клавесин, не клавесин? Ну, зрители знают, напишут, как это называлось. А там мы только что были. Ну, это все, конечно, уже перетянули, подыскивали такую ткань, чтобы было более-менее. Такая огромная комната. Следующая комната. Письменный стол, да? И такая люстра. Да, это письменный стол. Так, переходим. Можешь пройти туда, снять концерт. Сейчас, сейчас пройду. Это гобелена, Яночка. Мебель полностью из гобелена. Рояль. Такой концертный зал. Такая люстра красивая. Освещает. Еще одна комната. Тоже камин. Тут были светские беседы, я думаю. Сидели там мальчики, здесь девочки. Огромный цветок. Интересно, он живой? Живой. Ой, стулья. Когда там у нас дома были подобные стулья. Они долго-долго служили. Это веер древний. Сейчас покажу. Вот так вот. Вот такая вот комната. Ну и вот такая вот люстра. Окошки. Очень много фотографий. Вот такое вот имение. Спальня. Вряд ли это спальня хозяев, хозяйская. Скорее. Ну а потому что маленькая комнатка. Для хозяев маленькая комнатка. Шифонер. Такой. Я только проговорила, где у них были спальни. И тут сразу получилась спальня. Вот так вот. Покажу. Вот. Я нагрела, что это такие были высокие люди. Это значит такая маленькая. Да. Она еще живет. Если она выровняется, то она еще выше будет. Под два метра точно. Натурально увеличим мощь тела. Это зимний сад. И спускаемся вниз. По такой крутой-крутой лестнице. Мягкий сад. Продолжение следует...